Другому нардепу тоже сегодня пришлось идти в суд, уже в Печерске. Там рассматривали дело в отношении Олега Лешко. НПК обвиняет главного радикала в том, что тот совмещал работу нардепа с работой руководителя газеты. Правда, шуму наделало не столько заседание, сколько события у здания суда. А во всем материале Руслана Смещука. Судебное заседание началось с конфликта между сторонниками Олега Лешко и социал-демократами, которые пришли под Печерский райсуд столицы поддержать обвинения. Вторая стычка произошла, когда главный радикал прибыл в суд. Тут словесной перепалкой уже не закончилось. Пришлось вмешиваться полиции. У активистов возникло много вопросов к декларации главного радикала, в которой они увидели множество белых пятен. Кроме того, по словам нардепа Сергея Каплина, Лешко вступил в сговор со служителями Фемиды, чтобы избежать наказания за нарушение Конституции. Средняя статистичная декларация радикала или других новых так называемых людей – это как минимум миллион долларов готівки. Уявите себе, один миллион долларов готівки дома. Плюс мы увидели доходы их друзей, мы увидели доходы их теж, мы увидели доходы их сестер, братьев. Мы тут с вами собрались для того, чтобы добиться расследовательства Лешко, который, на мою думку, является иконой украинской коррупции. Нацагентство по предотвращению коррупции обвиняет Лешко в том, что он, будучи нардепом, противозаконно занимает пост главы правления газеты и просит оштрафовать радикала на сумму почти 12 тысяч гривен. Выпорозбивающие статисты народного депутата Украины в порушении вымога 178 Конституции, сам Лешко обвинение, естественно, отвергает, называя себя жертвой политического заказа. Сентенцию о политических репрессиях он повторял на протяжении нескольких часов заседания. В итоге судебное заседание перенесли на 21 июля. В то же время после сегодняшнего инцидента под стенами Печерского райсуда обе стороны конфликта собираются тоже идти в суд. Как заявил Сергей Каплин, социал-демократы намерены отстаивать честь партии. Ведь нардепы-радикалы во время стычки топтались по партийным флагам. Руслан Смещук, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.